Мы используем две основные техники. Первая крэнкинг, вторая джиггинг. Удивительно, насколько обе они нравятся рыбе. Им почему-то нравится скорость. Подозреваю, что Алл тоже вскоре придет на крэнкбейт. Вот увидите. У него уже шесть судаков и два белых окуня, против моего одного окуня и одного судака на джиг. Для такого времени года это обычная техника. Напоминаю, что в темной воде мы ловим на пост-спаун, ведь тут много рыбы на мелководье. Парень на носу обычно рыбачит на крэнкбейт. Джекбейт тоже вариант. А я с джиггом отстаю. Видите, вот так выглядит приманка. Это крэнкбейт. Это не джиг. Набрать скорость важно для любой рыбалки. Сегодня, очевидно, работает шедрэп, который постоянно прыгает на дне. Иногда, чтобы спровоцировать атаку судака, нужно медленно качать приманкой и останавливаться. Цвет приманки тоже важен. Сегодня большим успехом пользуются приманки ярких цветов. Для светлых, натуральных цветов свое время. Все зависит от прозрачности воды и, конечно же, от настроения рыбы. Например, яркие ультрафиолетовые раппала могут стать решающим элементом при ловле в мутной воде. Иногда весной после сильных дождей и ветра вода может быть очень темной. Вот тогда эти цвета очень выручают. Они впитывают больше света и почти сияют. Поскольку технология производства приманок ультрафиолетовых цветов все больше усовершенствуется, я чаще их использую. Еще одна отличная приманка для судаков – Storm Smash Shed. Эта малышка просто отлично их привлекает. Там внутри еще и погремушка. Эта приманка отлично работает в любое время года, с зимы до осени. Отличная мультивидовая приманка. Когда разведываете новое место, всегда полезно иметь приманки разных цветов и типов, потому что никогда не знаешь, на что пойдет рыба. Поп-джиггинг – еще одна тактика начала сезона. Она хороша на всех окрестных озерах. Мы используем как джиг BMC Hot Skid, так и джиг Лунный Глаз. На него ставим Гальяна Trigger X. Обычно беспорядочные рыбки работают лучше всего. Главное, чтобы приманка не оставалась на дне слишком долго. Никогда еще водит тебя за нос. Не знаю, что за рыба. Но как бы там ни было, она крупная. Да, крупная. Аккуратно, чтобы в глаза не попало. Красавец, Сом. Посмотрите на него. Если говорить о температуре воды, то она чуть больше 10 градусов. Мы из Суджуа ловили при разной температуре. До 13 градусов. Днем вода прогрелась до 14-15. В это время года в озерах, где есть судаки, белые малородые окуни, все они под берегом. В подобных озерах с темной мутной водой каждая рыба в этом озере выходит на глубину до 8 футов. Таким образом определяются главные ареалы поиска. Это очень удобно. Вы можете ловить судаков, можете ловить окуней, всего понемногу. Раз за разом. Мне нравится, когда много клюет. В такой вот воде на мелководной приманке и в озерах. В этой зоне глубина не превышает 8 футов. Это тот самый риф. Ух ты, большая. Рыба? Да. Судак. Судак? Да. И еще один обжора. Иди сюда, обжора. Спокойно. Эти ребята просто замечательные. Кажется, я нашел к ним подход. Тот немного глубже. Похоже, сегодня у нас день экспериментов. Вначале мы спустили лодку и прошли вдоль берега, поймали нескольких рыб, каждую в другом месте. А потом нашли небольшой косяк белого окуня. Теперь мы переместились и пошли к рифам подальше от берега. Над ними мелко, но... Не знаю. Похоже, больших рыб. Тут нет. Есть. Большой, Джимми. Мне нужен будет подсак. Да, хорошая рыба. Мне сохранить координаты на GPS? Я бы сохранил на твоем месте. Он шести или семифунтовый. Сохранил. Да, вот так. Прямо возле края, да? Хорошая рыба. Уже показалось. Да, давай, малышка. Удлинил. Я готов. Погоди. Да, это крупная рыба. Вот так. Как я говорил, условия сегодня идеальны для ловли судака. Смотрите, как вцепился в этот шет-рэп. Посмотрите, прямо в глотке. Сейчас я забрасываю крэнкбейт семифутовой удочкой Quantum Tour. Она отлично подходит для такой ловли. Дает хорошие медленные и мягкие движения. Сюда я также присовокупил плетенку Suffix, десятифунтовую. Тестовая модель с флуокарбоновым поводком. Просто отлично подходит, потому что можно закидывать на дальние дистанции и чувствовать поклевку. Тут крупная рыба. Риф прямо перед тобой. Этот покрупнее. Да. Да и почти что крупный. Еще один судак? Да. Они тут у рифа. Похоже, тут настоящая битва за приманки. Это самая прекрасная при ловле в таких озерах. Я ловлю на постсплам. Он хорош даже в середине лета. Эта рыба живет на мелководье и остается там довольно много времени. Вот так. Смотрите, какой. Неплохо. Вот это да. Интересно. Я их подтаскиваю медленно, круговым движением. Это уже третья рыба. Эта клюнула почти в десяти футах от лодки. Хочешь сказать, они идут за нами? Не знаю. Может быть, рыба стоит глубже. Я пытаюсь ловить повыше, но рыба, похоже, идет за приманкой. Хотя я не уверен. Очень интересно, три или четыре рыбы клюнули прямо возле лодки. Похоже, я сдаюсь. Достаточно одной удочки с шатрапом. И отлично, рыба просто поднимается к тебе со дна. Может, если бы был ветер, они иначе себя вели. Скорее всего. Особенно вечером. Хорошая рыба. Отличный судак. Отличный. Пришел прямо поверх скал. Видишь, стоило сменить приманку. Да. Ясно, что им надо. Теперь понятно. А я говорил, что сейчас для джига не лучшее время. Ты же знаешь, я не очень люблю донные раппала. Крючки плохие. Именно. Это опасно. Иди сюда. Как ты ловко рыбу подцепил. Спасибо. Спасибо. Погоди. Вот так. Видел бы ты, насколько он был близок к поверхности. Когда я закинул, он просто кинулся наверх. Прямо накинулся. Мы уже ловили таких судаков на мелководье. И каждый раз с успехом. Особенно если закидывать с лучшей приманкой, которая когда-либо была придумана на судака. Шедрэп номер пять. Она работает всегда. Это самое интересное. Кроме того, когда разведываешь местность и находишь этих рыб на мелководье, приманка позволяет быстро исследовать большую территорию. Я взял джиг ради эксперимента. Но сомнений нет. Шедрэп – лучшая приманка. Еще один. Большой. Подцак? Нет. Уверен? Нет. Еще судак. Еще один красавец. Чем ближе к полудню, тем эта рыба интереснее. Похоже, некоторые из них начинают активнее двигаться. Иди сюда, парень. Так. Тебя выпустим быстро. Если успокоишься, попадешь назад в воду. Стой, парень. При такой уж тилевой погоде и ярком солнце температура воды подросла на шесть градусов с тех пор, как мы вышли на воду. Теперь она около пятнадцати градусов. Так что рыба на мелководье просто бесится. Это еще один фактор. На мелководье, в таких озерах с темной водой, температура подхлестывает активность. Когда стоят такие дни, судаки на мелководье лучше всего клюют после полудня. Вечером тоже может быть отлично. Мы ведь ловили эту рыбу на крэнкбейте в других местах. Если бы дул ветер, он заставил бы рыбу пойти к берегу. А при штилевой, спокойной погоде хорошо половить можно днем. Какое же удовольствие, когда подгадаешь погоду. Тогда и рыба идет. Похоже, крэнкбейт их раззадорил. Им нравится эта штука. Постоянно кидается. Достаточно провести приманкой над рифом, можно даже не шевелить ее, не останавливать. Это все равно не очень работает. Просто ровно ведем. Иногда стоит работать приманкой, как джекбейтом. Но сегодня это не дало особого результата. Смотри, еще один. Что ж, сегодня мы не поймали много больших судаков. Хотя говорят, что они тут есть. Возможно, из-за штилевой и спокойной погоды. Придется вернуться и разведать еще. Не только ради судаков, но ради окуней и больших самов. Ловить в новом месте один из самых захватывающих аспектов рыболовли. Потому что это заставляет вас экспериментировать. Смотри, отличная рыба. Взамен вы многому учитесь за короткий период времени. Есть. Как тебе, Тау? Отлично идут на фигур 8. Вот отличная книга под названием «Я был неправ. Почему изменили свои взгляды самые известные атеисты мира?» Есть много историй о людях, которые раньше считали себя атеистами, но однажды пережили опыт апостола Павла. Их коснулась рука Господа.